здравствуйте друзья здесь деменков юрий на днях люди предвекали обвал фондового рынка потому что некоторые люди потому что ожидалось что будет ребалансировка международных фондов которые инвестиции инвестируют в развивающиеся страны и массе айтом фонд и так далее и это будет балансировка не пользу россии и поэтому из россии будут часть активов фонды распродавать и вкладывать в другие активы но в частности в китай вот и ожидалось что это приведет к чему это приведет к распродажам на фондовом рынке то есть падению индекса мосбиржи то есть все акции должны упасть и с другой стороны должен вырасти доллар ну давайте посмотрим что же произошло на самом деле это было ну как бы 28 29 мая предполагалось вот что произошло с долларом сейчас я включу четырехчасовой график чтобы это было наглядно видно вот что произошло с долларом посмотрите да вот здесь 28 мая вот она 29 мая доллар резко скакнул вверх 29 мая но он скакнул всего на 50 копеек это я бы не скажу что это обвал на 50 копеек да посмотрите вот по сравнению с как бы с теми курсами которые были до этого в общем стать ничего такого существенно не произошло но правда честно говоря я немножечко купил долларов накануне где-то здесь и купил облигации собственно говоря россия 28 и в 23 по одной штуке поэтому ну я скорее заработал чем потерял вот теперь дальше давайте посмотрим что произошло с акциями ну традиционно пробежимся вот облигации рус 28 облигация как защитный актив растет в цене хотя должна по идее падать но она еще выросла в цене та самая облигация которую я несколько раз рассказывал смотрите она выросла в цене хотя по логике должна падать я одну же облигацию продал свое время потому что но я купил по 162 продал по 163 но 2 я пока не продавал вот а купил вместо проданной в 23 у нее доходность чуть выше доходность такая текущая доходность вот но данная россия 20 рус 28 показывает вообще бешеную доходность с учетом того что она не падает и растет то есть я ее пока держу что дальше с акциями давайте посмотрим что у меня в портфеле на самом деле вот ну портфеле в основном сейчас большая часть портфеля это вот рус 28 110 тысяч 68 тысяч с половиной в 23 я уже сказал который дает доходность там четыре с чем-то процента вот распадская давайте посмотрим что с распадской случилось давайте четырехчасовой график тоже я включу но вы уже видите что ничего с распадской не случилось продолжается та же самая волатильность которая связана с байбеком ничего не произошло что произошло дальше с поле металлом вот он поле металл поле металлом ничего не произошло ну как вы понимаете и с остальными акциями тоже ничего не произошло да я заработал за счет роста доллара там 6 тысяч рублей за тот день но собственно говоря больше ничего не произошло то есть как я предполагал в общем сказать да будет распродажа но мы скорее всего этого не заметим так оно и случилось собственно говоря поэтому но не поддавайтесь панике акции надежный инструмент хороший инструмент и в это надо просто вкладывать и в этом держать деньги облигации валюты сейчас в данный момент это вообще супер просто они они дают хорошую доходность и ну валюте сказать это сбережение в валюте еще и в валюте они растут не это хорошо друзья мои надо инвестировать на фондовый рынок вы понимаете что здесь доходность намного выше вот но в валюте рост 28 текущая доходность 1275 купонная доходность в валюте в рублях такой не увидите поэтому здесь такие возможности есть и абсолютно доступны всем то есть это ничего такого запредельного это все хорошо вот ну а как начать инвестировать традиционно я могу напомнить что я веду биржу для чайников вот и вот там да вот там вы видите соответственно ссылочку значок и вы можете подключиться совершенно спокойно и начать инвестировать я для самых-самых чайников объясняю вполне доступно и вполне за как бы символические чисто деньги на самом деле вот поэтому друзья мои давайте начинать инвестировать я вам помогу я проведу вас в этом деле подключайтесь спасибо за внимание с вами был демятков юрий